Ну что, ребята, всем здрасте! И настало время клеить кирпичики. Что нам для этого понадобится? Емкость с водой, шпатель зубчатый, этот 6х6, шпатель обычный и кисточка, а также шпакло. Я использую обычную финишную шпаклевку, но с добавлением клея ПВА. Где-то грамм 100 вот на вот такое. Тут килограмма 2, я думаю, будет отлично. Ну и сами кирпичики, а также, да, карандаш и ножовка. Я тут замутил изгоной палок кондуктор такой, чтобы можно было под 45 градусов резать. То есть, смотрите, от этого между этой плоскостью 45 градусов. Потому что они будут и на откосе. Да. Итак, ребята, давайте начнем с целых кирпичиков. Смотрите, изначально, что мы делаем? Мы смачиваем наш кирпич. Берем обычный шпатель. Делаем таким вот образом. Гребенчатым шпателем выравниваем это все дело и приклеиваем. Все, что вылезет, не беда. Раз. Готов. Берем следующий. наносим и приклеиваем. И приклеиваем. Смотрите, здесь у нас не очень красиво получается. Для этого ноу-хау. Берем шпакло на палец и замазываем все это дело. Вот таким вот образом. Вот это тоже надо. Вы скажете, ну как-то не очень красиво. Но для этого у нас есть кисточка и вода. Теперь берем и просто это все замыливаем. Можно даже на кисточку просто брать ее. раз водичкой проходимся и она лишняя все смывается вот так вот вот я уже приклеил целые кирпичики конечно с той стороны половинки доклеил вот так вот это выглядит теперь останется сделать угловые кирпичики теперь надо приклеить и точнее сначала сделать угловые кирпичики нам надо будет запилить под 45 градусов угол для этого подставляем наш кирпичик карандашом отмечаем вот таким вот образом теперь воспользовавшись будем пользоваться нашим чудо кондуктором и у нас получается вот такой вот срез теперь берем вторую часть также подставляем и отмечаем повторяем нашу операцию смотрим что у нас получается неплохо все сейчас приклеиваем вот смотрите что получается то есть в принципе нормально мне нравится ладно сейчас продолжаем единственное что я вам забыл сказать вам понадобится не только вода никакая кисточка шпателя и тому подобное вам понадобится еще очень много терпения потому что лично мне на десятом углу хотелось это все дело бросить и больше к нему не возвращаться очень монотонная работа и кропотливая вернемся каждый угол потом надо наждачкой пройтись чтобы его закруглить теперь нам остается это дело только покрасить окрасить мы будем вот такой вот краской и кисточкой все ребята говорим пополам докрасим все классно красть ну хорошо кисточкой красить единственное что долго что делать и и и и и и и и и